И чтобы вы могли благовествовать людям, не знающим истины Твоей. Тебе слава, Господи, Отцу и Сыну, и Святому Духу, и на их всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Игорь Деянин, 6 глава, 1 стиха. Там позови кто-то, скажи им всем, заходите, это объявление будет. А кто вешал? А кто играл? Маркин, вы все теперь, зачем мешки убрали? Там на кухне скрываются. Вот раскушить надо. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Ильиниста пропот на евреев за то, что в доле своих пренебрегаемых были в ежедневном расстоянии потребностей. Толкование. Не в те же самые дни, но через несколько дней после этих, какой оборочи было речи обычным писаниям. А еленами, по моему мнению, называют лиц, говоривший по-елински. Итак, служение вдовицам было делом каждодневным. Служение ножевое дело милостыни. Презрение жертвовиц происходило не от худых качеств, но от оплошности народа. Поэтому, как только забота о них была, народу предложено прекратилось и горе их. Дианя 6, 2, 7 Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Духа Святого и Мудрости, и поставим на эту службу. А мы постоянно прибудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры, и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Фармена, и Николая Антиокийца, обращенного из язычников. Их поставили предоплостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И священников очень многие покорились в вере. Не сами апостолы избирают, но предоставляют избрание народу, который имел получить пользу от служения их дьякому. Он и избирает, и назначает. Необходимо и следует предпочитать тому, что не необходимо. Называет писатель их не просто духовными, но исполненными Духа и премудрости, потому что принимать жалобы вдовиц было делом величайшей мудрости. На мужа возлагается рука, вот в чем состоит хератония, но все совершает Бог. Какую же хератонию получили эти семь мужей? Дьяконскую или? А они рукоположены были на это именно дело, но есть, то есть, на доставление верующим необходимых потребностей. Господу нашему славу, а ведь и иду. Аминь. Да, Игнат Ильич? Да. Мы вчера я попросил сестру свозить меня где-то контрактники. Вот Валерий где пошел. Я на это дело молился, и у меня просто мысль такая пришла. Когда в Сирии воевали, я стал просить, чтобы меня помогли пройти турецкую границу. А то уже в заключение шло. Ну, убеждали там, конечно, через КГБ это все как надо. Мне пришла благодарность от Министерства иностранных дел за патриотические чувства. Я ничего не сделал только. Что бы вы там делали? Вопрос сразу. То, что бы делать, и делать бы этого не стал. Второе. Ни разу не нарушил то, что сказано. Обговорили бы, какие условия. ИГИЛ, которые там насперь бились. Ну, еще тут. А тут-то самолеты пришли, танки, все такое. И выпросил бы где-то у них там место. Да, не знаю, где они там. На самом боевом участке, где они воюют, где бомбят их. Так вот, советские, аргузские это. Четыре номер его. Хотя в субботу у них работает. Большого начальства нету, а помельче которое. Ну, а с ним еще раз говорят. Ну, все-таки, по линькам поговорили. Я пошел с начальством поговорили, чтобы они помогли мне перейти в границу Украины. Заранее предупредить метрополита Лонгина, жарф Филиппа, который там снимали, метрополиты. И у него там быть. Я прошусь только на молитву. И на ответ, который потребовался бы там дать. Ну, ни на чем. Начальства не было, мы не говорили. Ну, все-таки, видимо, речь идет о том, что они не изменят то, что у них идет. А надо касаться выше. Помолиться, чтобы Господь меня открыл. Это как? У меня очень стильное желание, вдруг и два дня уже такое, поехать туда. Я посмотрел, меня сбило к этому, ну, не такие молодые, но родители сидят и показывают парень у них. Кончилось. И тут, ну, я мужчина, и все-таки вижу, как он выглядит. Просто редко такой область. И поехал туда, и вот эта квадрокопия рванула, рядом и голову оторвала полностью. И родители сидят, мать плащет. Отец держится на то. И я с ними вместе. Только что был. Только что разговаривали, и уже нету. Я говорю, вчера вначале там, которые поменьше, ну, там совсем, ну, может быть, какие-то есть высшие, но никого нету. Ну, а везде военные там. И на улице дежурят, то другое. Вот, стал я думать об этом. Я сказал только им так. Она подходит, знаете, я хочу разговаривать с живыми, а не с мертвыми. Вы маленько додумайте, сколько за это время погибло. Я не буду говорить, что вы не убивали. Я ничего не имею права это говорить. Я буду только там, в курсе событий, рядом и молиться. Я должен быть рядом. Я нигде не буду выступать. Я не буду разговаривать. Не считаю, что, ну, на молитве, если попросят проповедь сказать, то мне просто полито. Это все обговорено было. Сколько уже лет продолжается эта военная операция? Лет уже идет никак. И как она называет сегодня цифру, как вы знаете, Шойгу-то убрали. Убрали президент Путин, убрал его. Ну и там какие-то... Меня это не касается. И какой-то молодой совсем. И стоит, главное, в священнической одежде, ну, которая ниже. Я говорю, а он говорит, из такой среды. Такое у него, как это, что-то, не нижнее одеяние. Ну, видно, что с церковниками. Белого... 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 Белогоусов? Да. Белогоусы. Ну, вот я не знаю, отчего это такое. Я это себя проверяю ночью и днем на молитве. У меня я ни с кем не советовался. А с кем советуются-то? Надо в это дело пройти, переболеть этим. Я смотрю, показано, сколько людей убитых лежит. Ну, конечно, не своих, а наших. Я с ними вместе. Ну, и какая у вас уверенность? Никакой уверенности у меня нет. Я должен быть там. Я буду молиться. И эта военная операция будет чуть по-другому. А если они скажут свои, какой... У меня ролик стоит. 48-10 Иеремия. Проклят, то дело Господи делает небреже. И проклят, то меч Господний удержит, открою. У меня написано заголовок. Это давно стоит у меня об этом. Что нельзя молиться о мире на Украине. Нельзя. Это меч удерживать. А почему? Вот вся эта зараза, все это оттуда идет. Все эти ереси. Вот это крещение, это все оттуда. А эти-то делают то же самое теперь на училище. Я это уже везде сказал. Я об этом писал патриарху. Я ни на чем не настаиваю еще раз говорю. Я только вижу, что сколько горя. Вот поехал у нас, говорит, Валерий Сокольский. Ну, может где-то он будет там что-то такое делать. Писать там где-то, контора какая-то. Никого нет уже на передовой. Так сказали? Ну, в том там направлении. Если он подписал направлении, то есть. Еще учебка у него. В учебке он делал. Я спросила вчера у них, если человек подписал. Можно брать сколько-нибудь. Наверное, здесь такое. Пятьсот, тысяч. Для нас-то когда с книгами, для нас даже это и не деньги. Когда речь идет за 10 миллионов, чтобы издать все, что мы сейчас делаем. Помолились. И вам рассказывают, вы помолитесь тоже, что я обольщенный. Сатана меня мучает или Господь побуждает, я не могу сделать ничего. Я не могу ни в чем быть уверен. Это у меня два дня. Болезнь такая. За всех, которые есть там, я не могу переносить уже это. Глядя, как родители рыдают, потеряли. А те, они пришли на нашу землю. Да, на вашу землю. Не могу даже сказать. А они разрушают. Да, но это не война. Потому что, если вы прячете детские дома, никогда ни разу не ударил оттуда ракеты. А войну там не разбираются. Военная операция называется. Да вы что сделаете? Ну дайте. Ничего не делать, ничего и нет. Ты об этом страдаешь? Нет? У меня сердце болит об этом. И я это как вижу. И как это сделать, чтобы... Я, конечно, русский. В России нахожусь. Тех я не вижу. Что есть? А этих я вижу. Они здесь были. Родители у меня заходят. Вот такой. Ты учился в университете. Ушел и туда. Ну скажите что-нибудь, чтобы не ходил. Я что могу сказать? Я только могу помолиться. И поэтому вам рассказываю. Помолитесь, чтобы Бог как-то это дело устроил. Я ни на что не напрашиваюсь. А то, говорит, вам надо показать себя. У меня без этого хватает. Как я должен поступить в данном случае? Я уже знаю, где меня быть. Как пройти, чтобы официально было разрешено и с той стороны. Не то, что я пересел границу и бей, стреляй. И к митрополиту, к этому. И там быть рядом. Перед ним сейчас сказать. Я давно за ним сижу. Это фарпост-то было. Он герой. Назван героем Украины. Он набрал сколько-то. 600, кажется, там цифра стоит. Совершенно непригодных детей. Глухо, немы, слепые. Пораженные там с ПИДом. Ну, как пишут об этом. И всех он там обиходил. Очень, очень добрый человек. И недавно его на скамью подсудимых чуть посадили было. Ну, где-то он выступил там. И когда выступил, я против того, что делается, убивают. Тут никуда не денешься. И тут когда-то позвонили, он открыл дверь. И кто-то ударил, там гематома такая. Это все показано где-то. Я за этим следил, но последил, ничего нет. А тут два дня у меня прям, что же делается-то, господи. Что же мы такие? Смотри, президент меняет их там, думает. Глядит, ему-то легко ли. Притом за него молитва идет легко. Вот бывает, я посмотрю, что вытворяют там Осипов, Дворкин. Молитвы вообще нет. Я помолился один раз, и они исчезают, как будто я их никогда не знал. А за президента у меня молитва идет, как ему трудно. Вот это решение было принять. Сколько там... Это же не так просто решились они. Они просчитывали все варианты, кто будет против всех государств. 50 государств против. Вот они просто так. Но то, что на новых избрали его, вот сейчас снова президент отделал-то, это сильно повлияло и на французских, на других правителей. Поменьше будут танки гнать сюда. Они поняли, что уступок не будет. Они начинают мыслить, видимо, этим и таким горем. И нам дальше некуда как-то вступать, президент сказал. Вот зачем вступаете. Мы сказали, не надо это делать. Америка где находится? Зачем они атомные ракеты ставят напротив нас? Пять минут до того, чтобы до Москвы долетели. Я его понимаю. Какой он взял на себя нож, его проклинают. А ты молись одной молитвой, чтобы отошло от него. Показывай, где он и как. Я не политик. Нет, я просто душой переживаю за это дело. И скажу, что молитва за правителя, ни за одного у меня нет, чтобы она блокировалась. Из-за Жозеппо Байдена, из-за турецкого. Все молитвы идут легко. Господи, научи нас жить по слову Твоему. Мы все пристанем на суд. О чем говорит Премудрый Соломон? На суде Божьем будет строгое взыскание с начальствующих. А они как раз начальники. И Бог будет спрашивать за все, что есть. И за всех убитых, и за всех здоровых. Что сделать надо? А что ты сделала сначала? У меня вот такая мысль. Ну и я не могу двинуться сам туда никак. Там через границу перехода нет. Мне надо, чтобы государство взяло на себя право это или как-то договорились и пропустили туда. Тоже помолитесь, чтобы я тут не заносила меня. С головы, слава. Многие господи. Многие господи. На болящих кто у нас, можно сказать, что кто прежде всего нуждается? Как там у Любови Петровны? У Любови. У Львови, слезы. Нет, но я была. Конечно, нужно о ней молитвы. Она всегда молится, чтобы Господь ее вере истинной сохранил до пришествия своего. Печалится? Ну да, все время печалится. Ощущает потерю и ощущает то, что она теперь одна была. Какое-то решение надо принять, а не знает еще. Решение? О чем решение? Как дальше жить ей? Где есть? Я, наверное, это, да? Сочи сонастра. Племянница приходит к ней, да? Да, приходит. У нее какие варианты-то? Я не знаю, какие. Племянница есть, ничего. Справляется она со своей ситуацией? Ну там приходят к ней же. Из собеса. Ну если нужна помощь, надо, значит, организовать помощь сестре. Подумайте, как. Надо выяснить, нужна ли ей помощь и организуйте помощь. Еще кто у нас нуждается в помощи нашей? Антонина? Вот, Ирина ездили, посетили. Антонина и надеюсь, что поликон не посещал. Когда? Расскажите, пожалуйста. На той неделе. Расскажите. Майланд Секович попросил его свозить. Вольгуевых посетили, но он там, мы ездили с детьми, поэтому я машину была, и сея, и спал. А Ирина Тихонович, он с Николаевым долго разговаривали, он говорит, такой серьезный разговариватель. Расскажите о посещении болярщих. К Вольгуевым ездили, расскажите. Еще, еще сказать. Я говорю, это не вот так, она узнала нас, я говорю о Вольгуевых. Поговорили. Ну, так интересно уже, голос нигде нету, и как будто бы такой человек там. Маленько погодя, Николая не было, он подошел. Ну, отношение его просто братское такое. Все говорит. Я говорю, вот такое дело у нас сейчас вот с этой, убрали, вторую строительную там баракет. А теперь нам надо, чтобы сюда перенесли. А когда был там, этот, Маковеев, Малерий приходил у нас был, он говорит, да не надо вам, зачем это? А сейчас надо перевести. И оказалось, за этим такая канитель. Пришлось там, где это, нет документов, они в интернет. Через это посылают, что у нас проверено где-то. Тут прямо, не заработал, не могут никак нас переслать, а все недалеко, в отдел юстиции. Называется Министерство юстиции. И там тоже вначале принимать-то не могут. Ну, и там какие-то документы, мы все это уже от собрания провели. Даже говорить не надо. Это все на мне как бы лежит, я ничего не могу сделать. От нас не зависит. Пока отложили, а на сколько это будет, сестра Любовь Николаевна мне будет это дело. Ну, и вот эти наши болящие, это как-то как разрядка. Думаю, это у нас ничего не нормально, все. Он говорит, как-то ушел где-то, она босиком вышла там на улицу. Она не понимает, куда идет, зачем. Но тут я не сказал бы так. Она сидела, внимательно слушала. Мы рассказали, как все идет. Вот, и даже сравнивать не приходится, как какая она сейчас есть. Я про операцию ничего не говорим, а так вот. А потом оттуда заглянули к Антонине. Ну, тут все видела, вот сестра, как она в этой коле, ограждение-то веселая, радостная такая. Спросила, только они меня не очень родственники-то. Мы держат, а все это из-за денег. Я говорю, а какая у тебя пенсия? Тридцать тысяч, сказала. Тридцать две. Тридцать две. Тридцать две. Две ей тридцати. Ну, и они половину с нее, видимо, снимают. Не половину. А ей все принадлежит там. Дух ее такой веселый, радостный. Улыбка с лица не сходит здесь. Николай говорит, вот когда встал, я к чему это рассказываю. А как они хотят, снесут, даже спрашивать не будут. Э, нет. Да вот у нас тут были такие, там вначале снесли их, где другое здание какое. Я выбрал эти фотографии, где мы с Бавариным, как есть. У меня государство рассчиталось. Указано, что место для встреч, молитва есть. Это не просто так. Это единственный дом за все годы советской власти, чтобы государство рассчитывалось заключенным по политическим мотивам государственным имуществом. Нигде этого не было. Да он не один был здесь только. А тут, который второй был, он от ЛДПР вставлялся. Леонид. Слуцкий, кажется, его. На фотографии тут стоим вместе. Я Николаю никак. Нет, он будет, я говорю, Николай, не так. И мы, значит, написали. Так, ты, Витя, скажи, что он картридж взял у меня. Я не могу ничего отпечатать за каждым делом. К Марине бегаю. Он что, он привез, поставил меня. Если надо позвонить-то. Сейчас. Ну, как дальше-то поступать-то? И вот здесь, значит, с центральным районом мы относимся. С центральным районом на начальника надо выйти. Нигде не пропускают. Везде дежурные там сидят. Ну, мы показали, что наш дом неприкасаемый. Во-первых, вот так-то, так-то. За большую сумму они 200 участника заплатили. И то отдали здесь. Склады для детского лагеря были здесь. Сейчас мы здесь. А кто им сказал, что будут? Сейчас по-другому. Я говорю, у меня документ. Вот я обращался, когда было при Баварине. Нет, это уже был не он. За ним был этот. За Колганов. Вот. За Колганов? Да. За Колганов. Ответили. Это в частном порядке, только с одним могут. А с целиком снести улицу такого нету. У нас. И у меня документы есть. Оттуда пришел ответ. На планки их. Я говорю, они могут сегодня сделать так? Нет. Говорит. Вот они сейчас, который вот этот отрядом пролег. Я, насколько я не знаю, это... Игорь, ты где? Нет, сегодня его. Мужейная ночь была сегодня, они работали с Мариной. Отсыпается. Ночью. Ну вот, мысль такая идет, что начинает его заваливать. И куда-то за элеватором могут вот эту воду, которую берег, сравнять. Нет. Государство, там такие идут камазы страшные. Я вот выписал 15 тонн, это, ежедневные, 15 тонн песка привезли. И то, сколько занимает это. А эти идут, идут. Я сейчас пошел туда смотреть-то. А они уже прямо дальше идут. А оно там многоэтажки, там упирается. Это не река, а рукав называется. Вода в нем не проточная. Только поднимается ложе, они здесь поднимаются. И они это сравняют. И дальше они будут сваи и строят обыкновенные дома. То есть, они расширили этот предел, где было. Уже это делается. И поэтому проходит день, и у меня мысль, зачем мы здесь толкемся? Надо в городскую администрацию. И мы туда отправились. На объединение секретарей. И дальше мы поговорили хорошо. Тоже отдали бумагу. Его Франк, фамилия. Он откуда-то другой мэр, который сейчас... Я его биографию нашел в интернете. И главное, он заканчивает строительный техникум в Барнаульске. И по такой же профессии, факультет гражданской промышленной строительства, который я заканчивал. Только он там на сколько? На 30-40 лет позже. То же самое. Ну а дальше он уже там кончает университет и все. И главное, его звать Вячеслав Генрихович. А Генрих это чисто немецкое. Вот отец Геннадия Генрих, принял крещение Геннадий. Я только спросил, который там из секретаря или кто, я говорю, он не немец. Не знаю, я уже приготовил ему что-нибудь процитирует на немецком языке. Ну или нету, начальника, то нету, то никогда. Ну запишите нас, мы обязательно на жизнь с ним встретимся. Обязательно. Ну не знаю, встретимся мы или нет. Львов Николаевна, то ли не надежда встречать нам, нет? Написаться надо будет на новый месяц, потому что на этот месяц уже закончился. На июнь месяц надо записаться. Ну, время идет, тоже, молите, помянуть его звать. Звать Вячеслав Генрихович Ранг. Не знаю, если будет встреча, я возьму и подарок сделаю. За взятку все можно посчитать, кроме книг. А книги нам есть что подарить. Открыть на православие, короче. Вот, какая обстановка наша. Сости Христос. Сости Христос. Еще болящие, кто у нас, назнаются нашей помощи. Внимание. Все остальные присмотрены, все. Агния, в ожидании операции, молимся. Да, об Агнии, конечно, отдельная молитва. Агния. Да, мы молимся. Агния. 21-го будет операция, чтобы Господь укрепил руки хирурга, всех помогающих ему, чтобы операция была благоуспешной. И наша дорогая. Что это сжигание каких-то нервов. А я написал Галине, я говорю, а это не повлияет? Не знаю, где-то там нервы как раз есть. Это лишних пучок. Но выбора никакого больше нет. Нет лишнего выбора, потому что это лишний водитель ритма, который создает очень плохое состояние организма человека. Нарушение ритма сердечного может закончиться в любой момент печально. Поэтому надеемся на успешный исход операции. Попутно скажи, кто это принес? Рассказали. Надя. Ну, раздай тогда, чтобы она. Да, разберите ремень. Оно тут и загадет, и выкинут и все. Да, разберите. Про Антонину хотела добавить, что я спросила. Она говорит, что к ней приезжают почти каждый день. Она вещает ее, к ней правдочку привозит. Что она с ней каждый день. Я увидела там простые дружки у них, машинки там, самокаты. То есть они там время проводят у меня. Да вы Богдана. Богдан, они назвали. Богдан, да, мне все привезли. Вот это кто принес? Это Артас. В прошлый раз остались Артасы. Кто-то убрал еще. Все, забираю. Он заплесневел. Заплесневел. Вот это поменяйте. Нет, 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 дайте его увалить. Ну, мы его срежем. Его надо сжечь, вот этот, который печком разберется. Так, еще у кого есть слово? Ну, Людмила Степановна тоже помните. Ну, Людмила Степановна, да, конечно, помним. За Нину помните, Жовнирова. Она сейчас у нее посадки, и она себя плохо чувствует. Помоги ей, Господи, за силу и терпения. За силу и терпения. Господи, Господи, Господи. Господи, защити Родину нашу от нашествия на племенников, от внутренних распорий, от беззакония, которые втайне останови делающих зло. Просвяти правителей страны наши, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвяти и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священник, который не служит Тебе, как должно, пусть покавится в небежении Своем и проповедует смело и на славном об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченностью Твоей Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бога и Его. Дух Святой заставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воочи. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды и правды Твоей. Я хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед Тресловым Богдателем Твоей Божием. Ты сотворил этот мир, и Ты сохраняешь его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас греши. Прими и исполни наши молитвы о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И мы взываем о незаповедавших, кому Слово Божие возвестили, кто еще не примирился с Тобою. Положи им на сердце твердо верить в то, что за гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Тебе хвала и слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и заслышат рабы Твои голос Твой. Аминь.